Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 670. События дня. 2 Езра 4.27. Многие погибли, избились с пути и согрешили через женщин. За 13 октября 2017 года. У меня ролик поставленный. Беседовали с Сергеем Егоровичем Игнатовым. Я ее назвал, он задал. Какие качества проповедника более всего привлекают слушателей? Ну это и так понятно. Одного слушает, другого не слушает. И он говорит, вот к вам приезжают люди отовсюду, оттуда такие. Я ему отвечаю. И один отвечает, Алексей Маньякин. Маньякин. Как говорится, а в Киеве дядька. На всякий случай пересмотрел дважды этот ролик. Как ответ согласуется с вопросом? Только один я не понял. Он не понял. Мне пришлось заново прослушать. И он не понял. Я на это ответил. Прочитав комментарии, я почти никогда не выхожу на арену споров или возражений. Если видно явно, что тут хулиган изобрел на нашем видеоресурс совершенно случайно по пьянке, то ему и отворот-поворот. После одного из выступлений Маяковского ему поступила записка. А мы с моим товарищем не понимаем ваших стихов. На что Владимир Владимирович мгновенно отпарировал. Нужно иметь умного товарища. Так и здесь. Вопрос ясен. Что же привлекает людей из разных стран, из нашей страны, из далечия, приезжать в такую глухомань? Притом я постоянно повторяю, что у меня нет никакого официального образования ни по гуманитарным наукам, ни по семинариям, академиям духовным. Просто жить нужно по совести, сверяясь со Святой Библией. Вот это и привлекает тех, кто имеет страх Божий, кто вожделяет радости во Христе, спасения во Христе Иисусе, ищет жизни в Духе Святом. А это проявляется, если есть страх Божий и любовь к Богу и к Святой Библии. И есть желание ревновать об исполнении святых глаголов Божьих в Библии. И у святых отцов Вселенской Церкви и в правилах Соборов Святых Церкви Христовой. Люди или видят в нас это по благодати Божией, или слышат. И пока еще не было ни одного случая, чтобы ищущий правды и спасения истинного, не сектантского или еретического, был бы разочарован, приезжая сюда. Это видно по роликам здесь же. Вот мне и пришлось-то сказать, что у нас есть необычное, редкое и суперуникальное в наших общинах православных, чего нет нигде. Это привлекает внимание и желание иметь это же у себя. Разве не понятно, что дядька из Киева перемешал мозги тамошним, что и тутошние начинают умничать искать бесовский майдан среди еретиков. А на поверку-то у таких ничего этого нет. И они привыкли плыть, как щепа, как мертвая рыба по течению, в отвал. Вот такой мой ответ был. Ну что вчерашний день? Сижу дома. Володя тут пошел на работу в частном порядке. Я один. Жена благословилась по организациям, где-то что-то хлопотать. Я никогда не хожу. Из одной тысячи ходить, да мне лучше отдам я ее. Вот. Ну а тут к вечеру гости приехали. Из Потеряевки выехал Роман, малыш. Что-то тут по своим делам. Дорога сломалась или что сделалась? Сломалась. Вот он сидит у меня здесь рядом. Если кто не верит, могу показать. Вот он. Вот сегодня, следующий день, я это все показываю здесь. И машину сдали, разгрузил. Там кирпич остался мне огнеупорный. Матушка Надежде Васильевна дала. А остальное, картофу, морковку, там все привезли здесь. Ну и вот мы здесь утром помолились. Вчерашний день я рассматриваю. Целый день занимался фотографиями. Посмотрел, у меня фотографии в каждом углу понатыканы. Ну на 11 или на 14 гигабайт. За два дня я поставил в Mail.ru фотографии ставится тут легко. Две с лишним тысячи фотографий. Это, конечно, много. Это за год. А сегодня вот уже я их перекачал, убрал на диск. Диск с NAD перекачал, убрал, чтобы место освободить. Больше ничего. Что я тут занимаюсь? Кошек унесли. Голубей тут принес. Два голубенка маленькие. Он совсем... Смотри, что делает. Вот этот. Отвернись, дай я покажу. Вот он лезет туда. Там голубенок. И я принес двоих. Один через два часа уже умер. Сдох. Потому что у них подпушка нету, они мерзнут. Я хотел его спасти. А этот через стекло голубя видит. Это Паля. Паля уже лазит здесь. И видишь, в эту... Неужели она залезет туда? То есть она хочет достать ее в голубя. Но она не знает. Пускай. Гляди. Куда через решетку? Срез решетку пролезла. Вот тварь какая. Такая умная такая кошонка растет. Ее палевая в свет, а я паля. Я не выдумаю, как звать. А рыжая, рыжая, белая, белая. Конечно, она не знает, что. Сама в клетку залезла. Придется ей вылазить оттуда. Вот голубям там воды налить. Гороха, семечек, пшеница. Гляжу, тут жуланчики прилетают. Пошел их кормить. Посмотрел яблоки. Это я еще позавчера собрал. Мелкенькие такие, но хорошие. Еще вот такого и не было. Каких-то выдающихся событий. Никто не тревожил, не пришел. Я так рад. Я целый день возился. Их надо по полыристам разнести. А было или не было, ставил, не ставил. Бывает где-то повтор, а что-то и упустил. Ну и показать наши ресурсы. Это у нас мой мир. Я очень люблю эту систему. И все спрашивают. А вот ВКонтакте есть. Есть у меня в Твиттере, Фейсбуке, живой журнал. Одноклассники. Свой видеоканал, сайт, форум и Mail.ru. То есть самое лучшее, я считаю, из всего. Это, конечно, по скайпу говорим, видеоканал. Тут уже не отнимешь. И вот Mail.ru. Ну и вот тут укоротили. Раньше было так. Сколько там переключений? Щелкнул. Ну в течение одной минуты я мог послать 12 фотографий на 10 тысяч человек сразу, одновременно. Представь, как это здесь было. И на 12 тысяч человек тут же следом мог послать 5 тысяч знаков. То есть это стихотворение и что угодно. Но стали много безобразничать тут. И, видимо, это сразу убрали. И люди поволновались. Вот нет возможности. И отсюда покатили другие места. Но я остался на Mail.ru. Удобно очень с почтой. Удобно ставить. Ну укоротили там до нескольких знаков всего. Вот смотри, она как. Вообще удивительная кошонка. Вон она где пошла. В клетку залезла. И вылезти-то не может. Сама залезла. И туда лезет. Это вот холодное лето 1953 года. Как он искал девчонку, этот преступник. Так и это. Вот вылезет. И ничего не сделаешь. Это ей положено по чину. И вот мой мир. Сюда Все это фотография занес. Вот написано. У меня фотографии 21006 штук. Видео 7218. Ну и тут такое там. И друзей 4398. Я выбрасываю всех куколочерные очки. Которые меняют вместо фотографии какие-то некие аватары. Ну то есть глупит. Анонимщики. Я всех выбрасываю. Я один раз проверил у себя. Сразу 200 с чем-то человек выкинул. Из друзей. Ну просятся нормально. Посмотрю. Ни колдунья, ни ведьма. Вот. Ну а потом оказывается, что излукавились люди. Вот они друзья. Я могу даже показать, как это есть. Где они у меня друзья-то? Подожди. А вот. А друзья. Вот. Посмотреть всех. Вот я нажимаю. На первом месте Сергей Козлов. Ну и дальше вот он. На третьем Роман Малыш. Знаешь? Вот кот какой-то Степан Медведев. Ну еще какой я с котом дружить буду. У меня своих кож хватает. Удалить. Нету его. Юлия. Ну это не поставила. Это дело другое. Сердар. Роман Кучма. Видно священник. Это вот племянник мой. Племянница в Германии живет. Изобретатель. Вот. Андрюсенко. Вот фотограф, о котором я говорил. Виктор Савченко. Я заменил у себя. Ну они меняют это все. Игорь Думщиков. Вот зачем он это поставил? Но я его знаю. Сказать никак не могу. Выбросить. Я его уже знаю. Рустам Гусейнов. Зачем другую поставил? Вот тут Ангел Борис. Ну и Гестава Доре. Это вот Селеська была нынче. Сергей Игнатов. А это у меня запасное. Беруется мой Владимир Галендухин. Ну Демченко как раз. Ну прямо. Марина Коимчеведе. Это сноха Серафимы Гавриловны. Ну вот. Свой дом ставит вместо себя. Зачем? И выбросить. Близкие люди. Я им походу льготу даю. То есть. Если бы я был до конца так принципиально. Я бы их всех выкинул. Но именно свои. Свои. Самые большие нарушители. Говорил неоднократно Василий Лапкин. Вот он пожалуйста. Вот погляди. А которые вот и такие есть. Вот одного захватил сегодня. Вот. Сайт к истине. Но не с сайтом же я дружу. С человеком. Это Максим Степаненко. Но вот ничего не могу сделать. До конца вот. Чтобы таким быть и рубить. Не могу. Вот это люди. Которые. Которых знаю. Которые хорошие. Отношения добрые. А это вот казашка была в свидетели Иеговы. Пришла. Приняла крещение. С дочерью и с двумя внуками. Вот так. Вот я просто показываю. Тут все есть. И православные. И католики. И еретики разные. Ну а еретики еще они. Они тут все же бывают. Слушают. Бои что. Вот это очки. Его глаза бывает видать. Не трогаю. Я предупреждал. Я выбрался. Они начинают проситься. Я ему говорю. Вот сейчас один тут заходит. В профиле. Только нос один видать. И сказал. Да вот у меня такая обстановка. Оказывается заключение было. То ли боится что его преследуют. Будет кто-то. Ну не принимаю. Ну не могу. Сергей Федоров. Что это означает? Вот это вот. Чернота. Это. Значит он ее мог поставить? Которые не могут. Там этого нету. Вот она. Светлана Петрачук. Он просто фотографии не могла поставить. А этот мог поставить. Чернота одна. Я тоже убираю. Вызывает подозрения. Обойдемся без него. Дальше тут идут все. Это еще такой Андрей. Прямо. Это что здесь изображено? Лев. Лев. Мне он зачем лев? Дружить я с ним был. Выкинул. Вот только начал. Три. Вот теперь гляди дальше. Что у меня тут еще будет? Вот я просматриваю Андрей Дробот. Вот. Нет. Они могут поставить. Я это уже пустушкой. Это может быть. Ну не может поставить. Она одна там. Вот это видишь. Вот пустые. Эти я оставляю. Но когда начинает лукавить. И. Ну прямо явно что. Никак. Сидельников. Это из Австралии. Хороший человек. Видишь. А бывает так. Где-то далеко. И ничего не видно. А не видно ничего. Все время проверяем. И мне помогает. Говорит. Вот это у вас в друзьях. А это ведьма. Я посмотрел. Правда. Это племянник мой. Галстук насыпил. Все. До чего я не люблю. Но это я уже не трогаю. Галстук. Это его выбор. Но когда лукавит. Вместо себя какие-то финтифлюшки ставит. Где-то. Чего ты ее так перегнула-то. Задницу показать. Больше ничего. И вот встанет. И ногу отклящет. Но ногу я сделаю так. Понятно. Там маленько забугрится. И вот стоят. И язык показывает. Где-то. Вот она. Кто такая. Ирина Залетова. Зачем она залетела сюда. Розы. Я не с розами дружу. Все. Выкинул. Просто показать сегодня я хочу. Я все пишу им. Они это знают. Вот этот Серега Кузнецов вот стоит. Не видно ничего. Ну ладно. Тоже. Видишь как. Ну а как надо. Ну вот так. Вот он. Георгий Юрий Серебряков. Вот он. Лисо видно его. Смотрит. Не изогнуло. Ничего. Вот. Ангелина Устинова. С Потеряевки. Алешка. Все как положено. Вот что-то Юлия. Какая Юлия? Чего? Я Юлия. А закат. Удалить. Нету. Вот он. Сергей Ильин. Видишь как нормально. Глаза видать. Николай Веселов. Вот тоже. А это Рима Тарайлис. А вот она где Рима. Ее не видать. Ну ладно. Тарайлис. Это что Вера Трунова. Где она Вера-то? А ее и нету. Веры нету. Опять убрал. А когда принимал, я не принял бы такую. Это она заменила за это время. Вот. Иван Эрмоленко. Это сын этого. Татьяна Должикового. Но это никакая. Обман. А зачем меня обман? А это светами перекрылась Дутова Привышка. Стриженная какая-то. Маша Плотникова. Мана. Мария. А это что? Что за ядец? Ясно обманщик. Под водой сидит. Валерий Смирнов. Вот Михаил Гордеев. Он хоть бритый. Он нормально глядит. Не прячется. Но этот стоит. Ну кого рассмотреть? Николай Гуськов. Ну он или не он? Ну ладно, оставляю. Но это ясно, что не он. Так? У Пушки-то это старинная какая-то взятая. Вместо себя кого-то подставляет. Почему не сделать так, как в паспорте? Вот он везет. Геральд Мэр. Нормально глядит. Вот Владимир Андросов. А здесь что? Саватий загребельный. Вот этот саватий как. Отвернулся. Почему не? Ну просто видно вот. Тарасий Пикаш. Вот он какой красавец. Это моряк. Заграничный. Видать. Вот чистая фотография. Ну тут видно какие. Вот очки они. Ну и пусть очки. Но глаза не скрывать. Ну с темными очками на паспорт разрешат фотографироваться? Нет. Я никаких требований-то не выставляю. Я хочу дружить, зная с кем. Ну вот так. Неизвестно, неизвестно. А такое бывает. Он не может. Вот Артур Панаев. Темные очки. Так? А? Да. Долой. Выкинул его и все. Глаза прячет. Вот Эльвира Резняк. Видишь какая она. Глаза у нее тут. Вот кошечка какая-то. Зачем она нужна? Никак. Считай сколько их. А это кто? Эдиус. Это кого он поставил? Брежнева. Не Брежнева. Путин с брежневскими бровями. Удалили. Зачем он нужен? Лукавый. Ниискренний человек. Сам себя не любит. Вот она женщина. Татьяна Пасечная. Там без платка. Это ее выбор, как говорится. Из Сащенкова. Где ее видать? Еще не видать. Не видать. Маленькая такая. Я тоже выкидываю. Ну не разобрать ничего. А этот КК. Где? Где он? Какой из них? С кем я дружу? Тоже непонятно. Выкинул. Вот так. Вот считай сколько вылетело. Ну-ка подскажи мне, где еще тут ничего. Ты уже понял, с чем мне надо. Я во время от времени проверку делаю. Видишь, ее как изогнуло все. Карина Харитонова. Самой не видно нигде. Ну это она же позвоночник-то у нее не держит. Еще она задницу продает. Ну явное дело. Вот крымская. Вот она женщина. Серьезная. Что-то она с стихотворениями однажды стали говорить. Она говорит. Вот я вам проверку. Извела, сбросила мне один куплет. Вот сможете догадаться, а что это? Я ей ту же минуту отвечаю. Да это стихотворение. О да бог. Гавриила Державина. Гавриила Романовича Державин. Кейбекер, я говорю, сказал. А понимал ли он сам, что написал-то? Такую глубину-то. Она вот это да, ответили. А потом она еще скинула. Немного. Куплета два. А вот это вам, наверное, нет. Я ей тоже скинул. Так это, я говорю, этот. Геворкян, кажется, или Григорий Нарикаси. Григорий Нарикаси. Я говорю, а полная она, поэма, вот как выглядит. Слова, идущие к Богу. Она так рахнула. Это я, говорит, своим, нашем поэтическом кружке скажу. Она кого-то. Так я же издаю это. Ничего особенного нет. Это редкая, конечно, поэзия. Армянский поэт там 500 лет назад жил. И знать, какое стихотворение именно его. И по стихотворению, по куплетам определить. Да я по одной строчке его определю. Ну, и она взахалась буквально. Если бы я была рядом, я бы приехала там. Николай Кулыгин. Где он, Николай Кулыгин? Его и не видать. Ну, никак не видать. Николая Кулыгина тоже удалю. Вот Владислав Лиходей. Фамилия Лиходей. Дали же. Он не Лиходей. Может быть, родители были такие. Кто это? Николай Еремеев. Очки черные? А? Да. До свидания. Нарышкин. Ну, по порядку. Габуния. Видишь, какое чистое лицо. Видно, где Анастасия Мартынова. Какая из них Анастасия? С кем я дружу? Александр Романов, писатель. Видишь, когда же профессии свои написал. Вот здесь. Ну, это что? Это непонятно. А это еще рот заклеенный. А, зачем она нужна? Говорю, Ленка. Говорю, гляди. А это что, фотография или... Или так? Да. А? Фотография. А это что? Непонятно. Тоже изогнулся. Непонятно. Танцует или что, выкинуть? Геннадий Алексеев знатный мужчина. Вот. Интересно. Давали фамилии так, потому, какой он большой, маленький, малыш там был, может-то. А ты-то уже родился нормальный. И вы им отдавали усатые фамилии. С усатым пришел, усатый. А мне сейчас пишут, что Наталья усатая. Ну, какая усатая женщина-то? Ну, тут не подумали они. Надо фамилию, чтобы и на женщину. Вот, Сронин он много пишет. Юрий Чуйков. Очки темные? А? Да, темные. Темные. Выкидываю. Мое право. Вот они подряд идут. Видишь, какие? Олег Ведменко. Ведмеденко. Ну, как метрополит вроде. Ну, это Ведмеденко. Там что-то такое неофициальное. Андрей Владимирович тоже о чемное? Да. Выкидываю. Мне это еще не дает. Виктор Коробко. Ни глаз, ничего нет. Ну, почему так не сделать? Так, чтобы был рядом. Так, это очки? Темные, вот этот тоже темный. А? У нее тоже темные. Вот это вот? Да. Темные. Выкинуть. И этот вот, очки тоже темные. Вот этот-то? Виктор Пасечник. Тоже выкинуть. А это что? Да это тоже выкиньте. А? Выкиньте ее. Стоит там без штанов. Бабенка совсем свихнулась. Я говорю, с катушек, как говорят, съехала. Не пойму это что. Ну пусть будет. Татьяна Волкова что-то отвернулась. Почему она отвернулась-то? Не хотела, чтобы смотрели. Узнали. Стыдишься показаться, честному человеку нечего бояться. В очки? Где я? Нет. Осипов? Нет очков у него. А? У него глаза такие. Какая-то в панель. Ну, Андрей Смирнягин. Вот, пожалуйста. Коля Николай. Девушка какая-то. Аня Смирнягин. Она у меня в лагере была. Макуха. Вот это еще тут. Кого видать, Ларин? Да, это ничего. А? Ничего не видать. Удалить. Никого нету. Видишь как. Опперман. Книги у меня выписывал, кажется, с Латвии или с Литвы. Вячеслав Ткащев. Вот, большой человек. О, Павел Островский. Нападал на меня. Священник. Сильно нападал. А потом съехал. Опомнился. А? Опомнился потом. Ну, может, опомнился. Ничего не знает, не считал, ничего нет. Ну, просто язык почесать надо было. Но, тотнулся, видимо, защемило язык ему. Дмитрий Ткащ. Видишь, как закрытый. Беседовали мы с ним по интернету. Видишь, какой поставил. Тебя Дмитрий Гарбузов. Ну, вот так. Калина в леске. Это нынче она была. Ну, не с ней же я переписывал. Себя расташиваю-то. Березка какая-то, девочка. Ну, ясно, что не с ней. С ней зачем переписываться. Убрал ее и все. Обманывает. Волков. Белоруссия. Все книги выписывал. И выписывал по частям. То ли опасался, что обманут. То ли. Это что Татьяна Коновалова. Никого не видать. Ни глаз, ничего нет. Марьяна Махмудовна. Махмудовна. Лобачев. Хороший мужик. С которым переписывались. И теперь дальше. Ну, так вот я проверяю. Стоит у лошади. Лошадничный. Павел Баев. Удалить. Ну, нельзя ли так, чтобы вот крест. А еще Елена Ефимова. Это сейчас собачка, что ли? Вот сколько их. Это люди, которые изменили свой пропель. А это никого и не видать. Миша Химинист. А теперь-то у нас и вылезет с этими. Просятся. И как-то, как они узнают, что я их вытурил. Ну, и все. Пока все не право, смотришь. Вот этот. Сейчас вы прошли. Какой? Вот этот? Еще чуть выше. Он актера поставил. Вот этот? Не, не. Еще там Петр какой-то. Петров. Вот этот? Это тоже. Ну, это тоже из фильма какого-то. Это Прохоров. Это не он? Конечно, нет. А какой, ты говоришь? О, вот этот. Вот этот? Конечно. Это не... Это актер. Голливудский. Это он француз, или кто? Француз. Ну, видишь, я-то уже не знаю. Тут такие тонкости. Ну, вот сколько их. Сейчас только потревожил. Ну, более-менее тогда остается. Это что? Ну, мультики какие-то. Вот это мультики? Каталья Мустюк, вот это, Мустюк. А это тоже непонятно еще. Да, это вообще-то все. Заходят, бывают такие ко мне тоже. Ну, вот видишь, как вот это, Дмитрий, какой. Ну, что я сказать? Да ничего не видно вообще. Небо ладно. Боюсь, знакомый, который уже хорошо. Это тоже картинка. Свет на просвет. Но так не бывает. Одни фамилии еще на просвет. Таня Рошенко. Даже охота уйти и не уйдешь. Вот он машину поставил. Алексей Дружинин. С машиной дружить буду еще. Это Высоцкого поставил. А? Высоцкого поставил. Христолюк. Хрисоцкого поставил вместо себя. Ну, понимаешь, вот везде вот такая дурь. Даже не знаешь. А это медведь. Видишь как. А это еще? Ничего нету. Косматая. Ну, хоть маленько, маленько почистить-то можно. Я у другого гляжу, там всякая ерунда. Смотри внимательно. Вот здесь тоже еще нету. Задом кто-то стоит. Дерево тоже. А? Дерево было. Дерево? Вот это дерево. Илья Аминин. Вот Ольга, это Виктора, сестра. Не поймешь. Вот эта икона, он спрятался до нее. Еще сейчас по одной выкину. Вот она, коней не видать еще. Это тоже закрыл леса Саня Кузнецов. Ну, не хочет он образумлять. Это в очках темных? Да. Так это подожди. Она не в очках, а он. Ну, ладно, все ушло. Ну, и дальше показать, какие у нас есть ресурсы. Еще у нас вот православный форум 1600 темп. И вот, кто-то зашел. Баптисты какие-то ругаются. Что тут? Дедуля в молодости был опытным замполитом. Давай-ка, прочитаем, что тут я у меня. Ну, и угадали. Еще дальше. Это Уйни был. Дедуля в молодости был опытным замполитом. Навязывая свое ловко и главное скренно. Наверное, искренно. Ну, и еще вот вот такое комфортное христианство. Михаил Кальмаев. Сравнивать вашу общину с остальным православным. Я христианин веры евангельской из так называемых писятиков. Нет у нас ни хлопушек, ни танцев. И не говорят, что вы спасены, но можете грешить. Нет, постоянно нужно быть бодрствующим. Нет остановки или какого-то духовного уровня, выше которого не нужно возрастать. Ну, хорошо. Влади, отравал мир. греческое слово в переводе означает крещеный по вере. Это вот его научили, он сам даже не ну, открой слово баптист, посмотри, крещеный по вере. Где слово по вере-то там нет этого, нету, но все крещеные по вере. то есть нож сто процентов и при этом все одинаково лгут. Ну, то открою, баптист, что означает? Креститель. Креститель. Ничего больше нету. Одно слово. Джон Баптист, Иоанн Креститель. Вот так. Вот так. Ожидание Господа Иисуса Христа. Хоум. То есть его ни фамилии, ни имени, ничего не сразу заблокировать. То есть он прячется, то есть это анонимщик обзывает. Отделенные баптисты 50-х, не надо пугать. Павел Игнатий, а из каких вы мест? Вот видите, я знал, что это будут такие. Уже вот представь, сколько времени, больше месяца и ругаются, и ругаются. Ну, мне надо показать, что еще есть во свете Библии. Вот это вот, видишь, только 60 просмотров, 86. Это сегодня, с утра, с раннего. Это наши клиенты постоянные. Ну, и Библия, во свете Библии. Тут и книги мои, и Крестное православие вопросы-ответы. Я сейчас занимаюсь вопросами 9-й папки о войне. Вот я уже вытащил их, подготовил, и утром по вопросику по два пропускаем. Вопрос 3455-й. 22-й том «Открытым оком». У меня книги так называются, 33 тома, кажется, 30, только в бумажном варианте. «Почему так охотятся за счастливыми журналистами и даже убивают?» Это о войне. Вот выступают которые с вопросами, у них вот такая, есть реестр такой, какой вопрос, где его можно проверить, прочитать? Ничего нет, сказали, пошли. ленивые. Он сидит, как профсоюзный деятель, молотит языком, а дальше нету, ни одного места писания, нету, никакого подтверждения. Пришли-то не к тебе, вчера ко мне один зашел. Я говорю, «Вы не ко мне пришли, вы хотите знать ответ Божий, жениться или не жениться?» Я говорю, «У тебя там ездишь по монастырям, кем работаешь?» «Да я считаю там на клиросе». «Да какая это работа? Почему же не работаешь?» «А да я вот это больно...» «А больной, так зачем жениться? Идиотов плодить?» «Ну, трупы ходящие». Вот он расхохотался там. И не записалось. Вот к слову сказать, вот сейчас я даже это маленько выверну. Почему не записалось? Понятия не имею. А вот оно. Вот смотри. Вот вчера я с ним беседовал. Это изучение Библии. Виктор Ослопов. Я говорю, Ослопов? А может, Остолопов? Остолопы, я говорю, такие, ну, бессолковый человек. Нету ничего. Нигде не записалось. Нету. И вот все-таки вчера он был и нигде не записывал. Но вчера что-то еще прослушивалось немножко до какого-то момента. До какого-то. Воспроизвести. А что это? А как у вас произвести? Открыть. А, вот открылась. Еще, дальше еще открылась. Ну, зайдите в ту папку мои документы. А? и что? А где с ним разговор-то? Ничего нет. Нету ничего. Вот я открыл. И нет ничего. Мои видеозаписи, ссылки. Нету. А может, мои видеозаписи откройте? Он же туда закинул. А где? Вот. Вот это. Нету ничего. Папка пустая. А ну-ка. Без помара. А вот это мы уже не померим. И не он? Нет, нет. Ну, и еще Виктор Аслопов. Открыть, изменить, заметка удалить. Ну, вы воспроизвести включаете ничего. Воспроизвести что? Ну, нажал. Где еще воспроизвести? Ничего нет. Нету? Не записалась. Ну, почему она не записалась? Никак. Не могу. Вы на камеру не писали, а писали там? Да. Вы постоянно дублируете? Вы здесь пишите и там? Да. Она записывается, вот сюда в папку кидает. Здесь нет, папка пустая. Автозапись. Может, что-то там с программой, может, обновить что-то надо. Ну, ничего. Вот, Виктору звоню и ничего не могу. Ну, короче, так. И вот теперь снова возвращаясь к войне. Журналистов почему убивают? Отвечаю. Вы же сами ответили за то, что они были честными. Но если журналист убит, это вовсе не означает, что он был честным. У людей есть лживый постулат, что о мертвых или ничего, или только хорошее можно говорить. Мы же смотрим на все во свете Библии. Если дела человека были темными, как же они могли бы вдруг стать белыми после его смерти, если он в том не раскаялся. Откровение 14.13. Они успокоятся от трудов своих и дела идут вслед за ними. Убили Политковскую, Холодова, Листьева. Тальков, хотя и не журналист, но войдет в то же число. И по всему миру уже сотни таких пострадавших. Кому-то мешал, много уже узнал, боялись разоблачения им. Можно ли было их спасти от такой кончины? Думаю, что если бы они были глубоко верующие, христиане, они бы поступали совсем не так, они бы молились и из Библии получили ответ. Мог ли журналист помешать распродавать военную технику, когда выводили войска из Германии? Могла ли журналист прекратить войну в Чечне, если бы они знали, выправить что-то ничего не дадут Политковскую. Пришло время, Союз сам рухнул без всяких оппозиций, войн, революций. Убога все вымерено, что-то нам известно, а о большей счастью мы не ведаем, и для чего, и когда закончится. Гитлер 5 миллионов своих отдал жизнь, такая техника, весь мир и сам пулю пустил. А пришел Горбачев мирным путем, ни одного человека не убивал, никто его в клетку не сажает. Так, я считаю его помазанником Божьим. Пришло время, Союз сам рухнул, что-то нам известно, а большей счастью мы не ведаем, для чего и когда закончится. Не помешает знать протокол лосьонских мудрецов, где особая глава журналистов. Определись себя, что нужно и что неприкасаемо. И журналистов я еще не встречал ни одного по-настоящему верующего, а так около церковной люди, хорошие, добросовестные, но защищают всякую мерзость церковной иерархии. Слово Божие не является мерилом их честности и справедливости, а они все меряют цензурой и своим опытом, а все это шатко и зыбко. Ну и далее привожу места Писания, как эпиграф. Еремея 9.5 Каждый обманывает своего друга и правды не говорят, приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости. Еремея 2.27 Они оборотили ко мне спину, а не лицо, а во время бедствия своего будут говорить «Встань и спаси нас!» Стихотворение «Меж воинами Петр, сын Ионин, освобожден от забот мирских, спокойно спал среди тюремной войни, расслабился, но духом не раскис». Вот составь такое предложение. Петр, сын Ионин, освобожденный от забот мирских, это я себе знал в тюрьме, спокойно спал среди тюремной войны, расслабился, но духом не раскис, а церковь христиан в Иерусалиме, молилась сейчас ночной быв заперти. Молитва Богу не проходит мимо, и Петр освобожден условием вопреки. Сошедший ангел сиял темницу, свалились сцепи не потревожишь стражи, полезно все-таки в ночи молиться, что делать узнику, слуга небес укажет. Слуга небес, ангел. Сначала пояс надо надеть, знак истины, это только в церкви, одеться, праведность спасает всех от бед, затем обуться и распахнутся двери. На благовестие о чуде воскресения доголосят гробницы и темницы, воскресшие бросают щедрость семя, какое нынешним церковникам не снится. Тот случай многократно повторен, сон прерывается, а дальше как во сне, спадают узы, как сгоревший лен, язык развязан и не сметь коснеть, плененных утром ожидает меч ищурка палача из коммунистов, не худо на нее главой и возлечь поклон последний Иисусу низкий. Сподобится любого варианта, есть милость Божия атака благовестия. Фарагу не оставлять своей одеждой драной, никто противоречить не посмеет. Железные ворота распахнутся, живое слово вырвется наружу, так дайте же свободу Иисусу, посев даст сходы повсеместно дружный. 14 апреля 2007 года. Понятно? Да какой стихотворение? Это проповедь. Мне говорят, да как это вы так это отпишите? На тему освобождения Петра, чтобы все было сказано, покажите в мировой поэзии, где, кто сказал. Я пишу, потому что на эту тему никто не говорил. Это мне может сгодиться. Ну и могу еще один вопрос взять на сегодня. Эта тема будет закончена. А тема очень большая. Вопрос 3428. 21 том открытым оком. Постоянно считаю, что Александра Невского называют покровителем русского воинства. Как этому поверить, что именно он помогает одерживать победы? Это мне записка, я в университете подаю, занятия веду или по радио, не знаю. Ответ. Относительно покровительства бред сивой кобылы. То студента покровительница Татьяна. С Татьяной к Шувалову нужно обратиться было. Может, у него любовница какая-то Танюша была, а он прикрыл это память и святой. Сделали к 8 марта, дню всемирного разврата, поношение и посрамление всех женщин еще дополнительно два дня распутства, день Татьяны и некого Валентина. Это все не от Бога, а значит не от иного Бога. Если мы верим, что есть небо, есть иное жительство, то кто же знает, чем занимается вошедшая туда. Но представьте, ко мне приходили священники, даже епископ, на занятиях были, и вот они такое слышат. Колостин 2 18 Это я за кафедрой говорю. Никто да не обращает вас самовольным смиренно мудрем и служением ангелов, отторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом. Если Александру Алексею дана такая должность, он принял схему Алексея, помогать безбожникам и хулителям имени Божия, а таково всегда было воинство, то что это за небо? У тех же, с кем борется воинство русское, у тех вояк есть свой покровитель католический, и он помогает, конечно же, не русским. Но если на небе нет войны, то как же там будут два враждебных друг другу покровителя? Некогда патриарх Ридигер Дроздов, Дроздов это КГБ кличка его, и министр Грачев назначили римскую девицу Варвару, великомученицу, покровительствовать ракетам сатана и всем ракетным войскам распавшегося союза. Дала ли она им знак какой, что она согласна быть покровительницей ракеты земля-земля дальнего поражения? Суесловы и мракобесы, безбожники и циники, обольстители, вожди слепые для слепых. В Библии только шесть раз говорится о покровительстве, и все шесть раз только о Боге. Значит, и речь нужно вести относительно покровительства единственного от Бога, и благоволит ли он к воинству, и вообще, к кому Бог и Гова расположен, чтобы прикрыть их от гнева, Божий Я. Я специально выделяю эти места, чтобы можно было. Второзаконие 2.7. Ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей. Вот сорок лет Господь Бог твой с тобой, ты ни в чем не терпел недостатка. Покровительство выражалось в том, что все было в достатке. Так ли ныне в вооруженных силах? Вот видите, как вот слово достаток в чем выражается. Второзаконие 33.12. О Вениамине сказал, возлюбленный Господом обитает у него безопасно. Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его на шее. Покоя нет и не предвидится, а напротив того, нужно со дня на день ожидать нападения со всех сторон. И к этому благословению русское воинство ни с какой стороны не прислоняется. Псалом 5.12. И возрадуется все уповающие на тебя. Вечно будут ликовать, и ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться тобою, любящие имя твое. 2 Маковейская 3.17, 3 Маковейская 6.7, Иудим 9.11. Я с самого начала бойни говорил, что попы, играющие в войну, доиграются. Вот что пишет в газете «Щит и меч». 5 апреля 2007 года, страница 7. Камуфляж косу не спрячет в заголовок. В окормлении несущих, кавычки, в окормлении несущих службу на Кавказе и в различных районах участвуют около 2000 православных священнослужителей. Представь себе. Это вообще полк целый. Традиции военного духовенства крепнут с каждым годом, потому что потребность в Божьем слове не ослабевает, а его и нет там. В той же Чечне кто крестится, кто исповедуется, священники работают на износ. Это газета пишет, милицейская, «Щит и меч» это главная газета министерства. Плюс опасность. Не каждый рискнет. Снайперы ведут на них настоящую охоту, как за старшим офицерским составом. Достукались. В плен попадет, папа не оставляет их жить. Так. Где-то. Вознаграждение несколько десятков тысяч долларов. Камуфляж длинные волосы не спрячет. Вот и пришлось отрезать косу, которого отца Дмитрия ножницы не касались 15 лет. Даже на это пошел. Только покрестить ребят, а им через 10 минут на боевое задание. В горящих точках молиться начинаешь сильнее. Контрактники бездуховной основы превращаются в обычных наемников. А так подкамуфлируют матерщинников-то. И они уже не просто наемники обычные, а наемники с православным окрасом. И я беру местописание подтвердить. Откровение 13.10. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мещом убивает, тому самому надлежит быть убитым мещом. Здесь терпение и вера святых. Вот что свидетельствует попы о необходимости убивать. Лукавство. То есть они везде лукавят, лукавят, ну хорошо, им сейчас идти, и они не вернутся никогда. И что там? Притча 19.28. Лукавый свидетель издевается над судом, и уста беззаконно глотают неправду. Вот почему что привлекает больше всего? На праздник стеклись в божницу догона народа князя Филисимской земли. Себе на потеху они и Самсона в оковах туда привели. И шумно ликует, душа в нем уныла, он думает, думу, давно ли жила? Кипела в нем дивная страшная сила Израиля счесть и хвала. Давно ли, дрожая бледнея, толпами враги перед ним повергались во прах? И львиную пасть раздирал он руками, ворота носил на плечах. Его соблазнили долиды прекрасной коварной ласки сверкания очей и пышная лона и звук любострастной пленительных женских речей. В объятиях неги его усыпила долида и кудри остригла ему. За не в них была его дивная сила, какой не дано никому, потому что за не. И бога забыл он и падшего взяли Самсона враги и лишился очей. И грозные руки его заковали в медяную тяжесть цепей. Жестоко поруган презренно томился, темнистый и мельницу двигал Самсон. Но выросли кудри его, но смирился и богу покаялся он. На праздник догона его из темницы враги привели и потеха он им, и старые малые жены блудницы ликуя смеются над ним. Безумные, бросьте свое ликование, не смейтесь, смотрите, душа нам кипит. Несносно ему от врагов поругания, он гибельно вам отомстит. Незрячие очи он к небу возводит, изыблется грудь его гневом полна. Он слышит, бывалая сила в нем бродит могучие его рамена. «Отдай мне погибнуть своими врагами, внемли, о мой Боже, в последней мольбе Самсона». И крепко схватил он руками столбы и позвал их себе. И вдруг оглянулись враги на Самсона, и страхом и трепетом обдала их, и пала божница, и праздник догона, под грудой развалин утих. 1 мая 1826 года Языков. Такое стихотворение написал. Вот интересно, Мэй написал, а тот лучше написал Языкова. И вот если узнать надо, где Мэй сказал, я даже могу сейчас поискать, где это написано. Мой где здесь калькулятор, знак, мои документы. Word. 1.16 Знаешь что, мне надо туда залезть и сейчас напечатать. На, возьми вот это. Вот она идет и прямо сзади я отниму. Вот смотри, я сейчас убираю эту подставку. Покажу, какая подставка у меня. Я один научился записывать. Один. И вот такой ящик нашел. И вот с таким вот вырезал, чтобы он заходил сюда полностью. Вот теперь я что? Мэй нужно зарядить. Мэй с большой буквы больше смотреть надо, учитывать регистр. Ну, а теперь найти кабана статья Мэйндорфа. Есть еще или нет? Мэйндорфа. 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 Таишься от меня в чем мощь твоя и сила. И филистимлянки признался Назарей. Силен обетом я не стричь моих кудрей. И золотом врагов его заранее подкуплена коварная краса ответу сонному остригла волоса и крикнула Самсон вставай филистимляне. Отложа сона воспрянул Назарей как лев, но уж без ней без прежней львинной мочи и погасил ему нож филистимские очи. И торжеством был взят в позорный плен Самсон и жерновами хлеб молоть был обречен. На радость злобной тира Исидона в одни недели месяц и прошли и снова волосы густые отросли и пали на плеча широкие Самсона. Справлялся праздник грозного догона, жеси с молитвой жертвенной зари светочной вязью обвили алтари и мягкоруны овны перед ортарями склонились избитыми рогами и скурильность вверх вздымался фимиам и в солнечных лучах горел и таял храм. В алмазах в жемчугах парче и багренице соперницы самой божественной единицы на кровле храма все к цветку цветок сплелись красавицы в один сплошной венок. Раздольный пир жрецам и набожая паства превозошла себя прищудливые яствия едва едва столовни ломят под собой и бьет вино кипучую струей через края сосудов и хмелея от возлияния жертвенной жрецы кричат соборни арханты осы велите привести нам пленного еврея да песню своей возрадует нас он и в храм был приведен в цепях слепой самсон и мол вел отроку вожатому где он где столб что капище подпорой утвержден и отрок указал подпорный столб самсону и ощупью нашел слепой атлет колонну и мышцы у него тревожно напряглись от кровли храма восторженно неслись победоносной насмешки назарею спой как господь поведал моисею через море черное в стенах послушных вод провесь как посуху израильский народ и как святой пророк от громоносной дали спустишись низ разбил заветные скрижали и с ними сокрушив божественный закон за тем что в круг тельца золотого заплясали еврейки и он сам их пастырь Аарон да спой же кстати нам как у кого-то силу наш грозный бог догон потратил на долиду и под ножом глаза могучи моему астарта обрекла на вечный мрак и тьму спой нам свои псалмы священная покуда с тобой не сбудется израильского чуда это и ото всей души провозгласил слепец не сыну твоему поможешь ты отец и обнутый гранит прижал к себе долона и капище потряс с конца он и в конец и разлетелась гранитная колонна и кровля вслед за ней и рухнул храм догона с собой задавив всех бывших и самсона ты умственный атлет гремущих наших дней певец и ты силен как ветхий назарей ты так же смелый горд пред силой земною и так же слаб как он пред всякой красотою но если ты погиб в бедухом изнемог но если бы тебя коварно усыпили и предали тебя врагам и ослепили о за тебя тогда заступится сам бог и за тебя за нового самсона во прах он разгромит все капища догона ну считаю что на сегодня хватит нажми остановишь смотришь как быстро нашел где что ты знаешь даже как закончить не